всем привет с вами дмитрий урсул сегодняшнее видео хотел поговорить на такую уже классическую тему многие про нее спрашивают что такое сайдчейн вообще как он работает ну опять же я сейчас не буду тут прям показывать конкретные методики там сайдчейна баса и барабанов точнее видео будет не об этом потому что такие видео у нас уже на канале есть и в разных моментах в разных историях но я сегодня хочу именно такую некую теоретическую подноготную рассказать и как она эта теория работает на практике в самом лоджике и чтобы для тех кто только-только может вообще пришел к этой теме услышал что это такое может хочет какую-то вот какое-то понимание теоретическое для себя найти как вообще работает эта история то есть что это такое ну то что многие просто и чей на значит там компрессор компрессирует вас когда бьет бочка и все на этом познание заканчивается но если знать в принципе что это такое то можно много разных творческих решений придумать даже те которые не может быть не самые популярные не редко когда используются значит вообще что такое сайдчейн когда он изначально вообще эта история пошла от компрессии потому что компрессор у нас изначально когда появился его устройство было таково что у нас сигнал который приходил на вход то есть в чем суть компрессии тоже опять такой небольшой ликбез у нас некий уровень приходит на вход прибора то на 8 минус 6 а мы хотим ну чтобы у нас все что превышает минус 6 она ну скажем так уменьшалась то есть дробилась на какую-то кратно какому-то значению например там четыре к одному самое такое популярное уже за годы сложившиеся соотношение деления превышающего сигнала ну то есть например есть у нас на 4 децибела вдруг превысит сигнал в какой-то момент выше порога срабатывания нашего то на четыре раза поделится это превышение то есть вместо там допустим превышение на 4 децибела будет всего лишь один децибел то есть поделится на 4 то есть так работает компрессор но как он принимает решение когда ему делить то есть вообще вот как работает порог срабатывания он работает именно из того что так устроен компрессор опять же я сейчас рассказываю именно про устройство физического компрессор то есть прибора мы сейчас понятно живем в эпоху плагинов цифрового звука но изначально все это прародителем этого были железные приборы и там на скажем так входной группе куда вы подключаете джеками там допустим или xlr ими свой сигнал и внутри компрессора там идет такое некое разветвление на плате один сигнал идет и начинает поддаваться скажем так воздействию самого компрессора зависит от его схемотехники там будут разные транзисторные ламповый компрессоры оптические есть не бы ся не просто по разному чуть воздействует на электрический сигнал с сигналом самим то есть со звуком там будет у вокал гитара что угодно вот но в целом структура то же самое и копия этого сигнала то есть копия этого электрического тока подается на специальный управляющий ну скажем так такой генератор да то есть он отслеживать сигнал тот самый и дает компрессору задачу что сейчас нужно выходной уровень, то есть именно выход с компрессора, понизить на какое-то значение. И вот мы привыкли это видеть в виде такой стрелки, что вот нам вот этот вольтметр, скажем так, показывает, насколько децибел у нас уменьшается сигнал именно благодаря вот этому внутреннему, скажем так, сайдчейн прибору. То есть это и есть тот самый, на самом деле, сайдчейн, который, как я всегда говорил, он работает постоянно. То есть даже если вы вот здесь ничего не выбираете, все равно сайдчейн работает. Он просто работает от того же самого сигнала, Который поступает у нас и обрабатывается компрессором И выходит уже в измененном виде из компрессора То есть вот такая вот схемотехника Надеюсь, не очень запутанно Но, то есть еще раз, коротко У нас есть сигнал, он обрабатывается И его же копия выступает как бы управлением для компрессора Для принятия решений, то есть когда компрессировать А дальше уже в зависимости от параметров У нас компрессор понижает выходной сигнал на те или иные значения То есть у нас одна часть сигнала просто поддается обработке А другая часть сигнала поступает на некую управляющую часть Скажем так, на мозги компрессора Которые из-за этого сигнала, из-за этой копии И принимают решение, когда нам нужно, чтобы компрессор срабатывал То есть вот такая обычная схемотехника Но со временем, с эволюцией Люди задумывались, так, а что если мы в качестве этого управляющего сигнала Будем использовать не тот же самый сигнал Ну потому что это банально, это понятно Что да, у нас есть задача, чтобы наш какой-то входной уровень Держать под каким-то, точнее выходной уровень Держать под каким-то определенным контролем Чтобы не было слишком мощных скачков громкости Это пошло еще с первых радиоовещательных задач Потому что антенны были с определенными диапазонами И децибелов можно было только определенный динамический диапазон передавать И тогда, собственно, впервые компрессоры и изобрели То есть это было именно непосредственно изобретение для радиовещания Ни про какой саунд-дизайн, ни про какую там обработку звука Еще тогда речи не шло Вот, это уже потом все стало, скажем так, эволюционировать Так вот, значит, задались вопросом А что если мы будем использовать в качестве управляющего вообще какой-то левый сигнал? И пошли тут уже творческие решения То есть как бы стали делать отдельный вход для управляющего сигнала То есть сайчейн То есть вы можете по умолчанию, если вы просто вставляете только сам сигнал То компрессор автоматически его же воспринимает как управляющий Но если вы вставите другой сигнал в специальный порт, в специальный вход для управляющего сигнала То компрессор уже не будет слушать копию обрабатываемого сигнала А будет слушать то, что вы как бы на него отправили для управления И самым классическим, скажем так, изобретением, скажем так, в музыке Это стало, конечно же, подавление баса в момент, когда бьет бочка Потому что, ну, танцевальная музыка, она была танцевальной уже довольно давно И как раз в эпоху развития компрессоров звукорежиссеры начали с этим экспериментировать Потому что, ну, хочется, чтобы и бочка была плотной, хочется, чтобы и бас был плотный Но у баса вырезать низа во всем треке тоже не хочется Потому что бас бывает, что более какую-то интересную партию играет А бочка играет только какие-то отдельные удары Например, там, на первую, на третью, четверть в такте А все остальное играет бас Зачем у баса в эти моменты вырезать низкие частоты Чтобы они не мешали бочке только в какие-то отдельные моменты То есть это глупо Тогда никаких автоматизаций, цифрового звука еще не было Все, как бы было на микшерах, на консолях Поэтому сажать человека, который будет в момент удара бочки Там как-то бас убирать или эквалайзером его вырезать Но это как-то странно И вот стали использовать компрессор для этой истории Потому что, ну, это довольно логично и довольно легко То есть компрессор в момент, когда у нас играет бочка У нас начинает давить бас То есть это, как я говорю, самое классическое Когда вот все говорят сайдчейн Это уже, можно сказать, синоним слова сайдчейн Это компрессия баса от бочки То есть все говорят, ну, сделай сайдчейн, сделай сайдчейн Вот, хотя еще раз говорю, сайдчейн Это не совсем то, сайдчейн Это просто управляющий внешний сигнал Или там, внешняя цепь, да, если дословно переводить Но это как такое уже, ну, просто в 99% случаев используется Именно эта пара, бочка бас И бас давится от бочки То есть бочка выступляет управляющим сигналом Бас выступает, скажем так, тем сигналом, который обрабатывается Вот и все В лоджике это все легко делается Я вот на примере штатного компрессора покажу Сейчас Такое, несколько практических моментов Как с этим работать Ну и, соответственно, мы Я вам дам еще несколько советов Где вообще и как можно еще Применять сайдчейн Не только с басом и с бочкой Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help Всего за 990 рублей в месяц Да, это реально На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф И смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro И о работе со звуком А самое главное – получать эксклюзивные новинки И уникальные видеоматериалы раньше остальных Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки Благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам В зависимости от выбранного пакета Просто выберите интересующую вас тему И получите доступ ко всем курсам этой категории Всего за 990 рублей в месяц Сейчас я покажу, как оформить подписку Выбираем интересующий нас пакет Нажимаем кнопку «Купить» Попадаем на нашу страницу Boosty И там нажимаем «Подписаться» Далее проходим регистрацию по номеру телефона Или через любую социальную сеть После чего выбираем количество месяцев для подписки И нажимаем «Купить» После этого вводим данные карты И готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту И помните, что в каждом пакете Количество курсов будет регулярно пополняться Получи все необходимые знания Для создания качественной музыки Прямо сегодня по самой выгодной цене Итак, чтобы было понятнее То есть у нас есть сайдчейн Вот у меня здесь есть барабан и есть бас Сейчас у меня компрессор установлен на басу То есть очень важно, чтобы компрессор стоял Именно на том сигнале, который мы хотим обработать В данном случае бас Давайте послушаем, как бас звучит То есть видите, сейчас компрессор обрабатывает именно сам бас Потому что он стоит установлен на дорожке с басом Сайдчейн у нас выбран «интернал» Что и показывает, что как бы внутренний сигнал То есть то, что подается у нас и выступает в режиме сайдчейн Кстати, в лоджике это довольно здорово, что так сделано То есть здесь нет «ноу» сигнала или чего-нибудь такого Именно «интернал» То есть это говорит о том, что все равно у нас сайдчейн присутствует Просто в качестве сайдчейн сигнала Уступает тот же самый сигнал, который у нас обрабатывается Ну, собственно, это стандартная компрессия Но мы здесь можем выбрать, например, вот у нас есть шинка С барабанами Возьмем или можем даже бочку У нас у меня есть промежуточные шины с бочкой Но давайте чисто для чистоты эксперимента Сделаем именно все барабаны То есть первая шина Вот сейчас я специально сделал именно от всей шины То есть не от бочки А чтобы показать вам, какие возможности есть дальше Вот в штатном компрессоре У нас здесь есть прям отдельное меню сайдчейн Которое нам позволяет настроить сам сайдчейн То есть когда именно срабатывать компрессору В зависимости от сайдчейн сигнала Значит, что у меня здесь стоит? У меня стоит детекшн по пиковому значению То есть это очень важно, потому что у бочки Самое главное — это пиковые То есть вот те миллисекунды короткие Там буквально 10-20 миллисекунд Когда бочка вот дает этот импульс Мне остальное время компрессировать бас нет смысла Потому что у меня есть задача, чтобы именно вместе с бочкой У меня бас как бы пульсировал Поэтому у меня стоит пиковый режим То есть компрессор очень быстро срабатывает от бочки И здесь, что здорово, есть фильтр То есть сейчас работает ко всем барабанам Вы видите, у меня когда и снейр играет И бочка играет, компрессор компрессирует бас Ну, кстати, чтобы было бы понятнее Давайте я пока этот регион уберу И здесь просто пропишу какую-нибудь одну ноту Чтобы было понятно, как работает компрессор Потому что у нас Ну вот, допустим, длинная нота То есть я думаю, вы можете услышать Как нота наша статичная Начинает как будто пульсировать вместе с битом То есть это вот и есть тот самый эффект Что у нас барабаны в данном случае Управляют работой компрессора на басу Но я могу включить фильтр и отфильтровать частоты Там ниже 100 Гц То есть фильтр вот этого сайдчейн-канала То есть сайдчейн-сигнала точнее То есть что такое сайдчейн-сигнал в данном контексте У нас копия звука барабанов с нашей шины барабанов Поступает вот сюда на вход Отдельный вход сайдчейна в компрессор И мы эту копию как бы не слышим Она работает, скажем так, под капотом нашего компрессора То есть мы продолжаем слышать исходный звук барабанов Но его копия у нас подается через вот это окошко Подается на компрессор И мы можем эту копию каким-либо образом отфильтровать Вот почему я показал им, например, не с отдельной бочкой А с общим барабанным лупом Может быть, вам это будет в практике полезно Потому что не всегда бывает отдельная возможность Бочку как-то вычленить Бывает, используешь готовый барабанный луп уже собранный И нужно именно, чтобы от бочки из этого лупа У нас бас как-то обрабатывался И вот здесь можно отфильтровать частоты То есть все, что ниже 90 Гц Как правило, у снейров, у перкуссий, у хай-хетов Там нет никаких явных частот То есть компрессор на них не будет реагировать А вот бочки как раз там импульс сосредоточен довольно явно И компрессор в данном случае будет работать Только от этого импульса бочки То есть сейчас у нас от бочки срабатывает компрессор более четко Мы можем здесь, в этом компрессоре, послушать, как звучит у нас сайдчейн сигнал То есть мы включаем listen Так, для грамотной работы мне пришлось перевести MIDI в аудио Потому что драмер регион, к сожалению, не совсем адекватно срабатывает в соло-режиме Это такой эстезьян у лоджика Но в любом случае мы сейчас на нашем компрессоре выберем аудиодорожку с барабанами То есть я уже сбаунсил готовый луп, вот так он звучит, напомню Вот, вернемся к компрессору Значит, включаем режим сайдчейн И мы можем послушать, что именно приходит То есть какая копия, в каком виде она приходит на управляющий сигнал И мы можем вот здесь, в режиме listen, с помощью фильтров Фильтры могут быть разного типа Ну, low-pass в данном случае для бочки самый оптимальный Мы можем, собственно, отфильтровать управляющий сигнал То есть мы, еще раз говорю, слушаем сейчас через дорожку баса Как вы слышите и видите через дорожку баса, мы слышим барабаны И, собственно, мы фильтруем в режиме low-pass до ниже 100 Гц Чтобы услышать чисто пульс от бочки Вот, мы его слышим И теперь мы знаем, что у нас сайдчейн работает правильно Мы отключаем его прослушивание То есть включаем просто режим on То есть фильтр включен И, соответственно, сайдчейн у нас работает И мы сейчас слышим бас уже с эффектом сайдчейна от барабанов Вот, то есть это такой прям классический прием И, как вы видите, в штатном компрессоре лоджика Довольно много таких возможностей по настройке сайдчейна Это есть не во всех компрессорах Есть компрессоры попроще, где эта секция реализована Есть, где вот такие же есть возможности Так что вы можете это использовать в том числе Также, если вдруг вы хотите использовать компрессор Где нет таких возможностей по сайдчейну Вы всегда можете отправить, например, вот с этой Ну, с дорожки барабанов какую-то некую копию через посыл Например, на этом посыле вы можете Вот я, например, отправляю копию На этом посыле вы можете отфильтровать частоты Через обычный просто эквалайзер И уже эту шину, ее назвать при сайдчейн Единственное, что только ее обязательно нужно выключить Чтобы она не шла на выход Чтобы мы ее не слышали То есть мы должны ее просто иметь в проекте Но чтобы ее не было слышно И уже вот эту шину, получается, мы выбираем здесь В качестве входа То есть вот шина 12 То есть это то же самое Это и на тот случай, если вдруг у кого-то из компрессоров Которого вы захотите воспользоваться Нету вот таких вот расширенных функций По фильтрации сайдчейна В лоджиковском компрессоре есть Поэтому я им довольно часто пользуюсь Именно для сайдчейна Вот этого эффекта между басом и барабанами Ну, надеюсь, теперь стало понятнее Как вообще устроена эта история То есть сайдчейн это именно управляющий сигнал Который может быть абсолютно любым для кого угодно И вот сейчас я вам расскажу несколько вариантов Когда это может быть полезно Самый еще классический вариант Второй, который приходит в голову Когда мы слышим про сайдчейн Это когда у вас есть готовый минус И, например, вокал Вот вы взяли минус Может быть уже даже с мастерингом Откуда-нибудь с интернета взяли И вот вы записали свой вокал И хотите на этот минус свой вокал вписать Как делали раньше? Раньше пытались из этого минуса вырезать Какие-то средние частоты Туда как-то вписать по частотам свой вокал Это не всегда хорошо работало Можно использовать какой-нибудь мультибэн компрессор То есть можно использовать, например Ну, любой мультибэн компрессор Который поддерживает, соответственно, сайдчейн режим То есть или можно использовать, например Динамический эквалайзер То есть можно взять waves Настроить частоты на какие-то средние И низкий средний и высокий средний Где у нас вокал особенно читаем И также настроить его, например, так, чтобы Точнее, наоборот Это поставить на дорожку с минусом То есть вот такой эквалайзер И здесь выбрать вокал И в момент, когда будет вокалист петь Именно вот в этих частотных зонах У нас будет происходить какая-либо компрессия Уже минуса То есть у нас минус будет компрессироваться В тот момент и в тех частотных зонах Когда поет вокалист Это тоже очень частый используемый прием В работе сайдчейна То есть у нас в данном случае будет Вокальная дорожка Использоваться в качестве управляющего сигнала Для, например, всего минуса Это уже можно сделать Если мы берем там какой-нибудь тяжелый рок Можно сделать с гитарами То есть когда вокалист поет Очень часто бывает, что такая стена Звука гитар Что вокалисту очень сложно через нее пробиться При этом в жанре heavy metal Там не принято делать вокал громким Это уже будет звучать как-то не по канонам И вот чтобы вокал был таким Утопленным как бы в общий микс Вот этой стены звука мощный Но при этом был читаемым Чтобы он не пропадал То же самое вы можете на ту же шину с гитарами Поставить такой же, например, мультибенд Какой-нибудь компрессор Или динамический эквалайзер Или же, например, всеми любимый У кого есть он в наличии СУЗ, например И в СУЗе тоже есть режим сайдчейн Он здесь включается Сайдчейн Здесь тоже, кстати, его можно послушать То есть что у нас происходит И выбираете сайдчейн В данном случае нужно СУЗ поставить На дорожку либо гитар Ну, в общем, того, что мы хотим компрессировать То есть то, на что мы хотим влиять А в качестве управляющего сигнала Опять же выбрать тот, которым мы хотим управлять То есть в данном случае это, например, вокал Вот в том кейсе, про который я вам говорю То есть вокал будет В момент, когда звучит вокал Вы выбираете зону, в которой будет давиться В данном случае гитара В нашем примере И гитара будет в этот момент чуть ослабляться В этой частотной зоне Вокал перестал петь Гитары опять вернулись в свое первозданное состояние То есть и таких сценариев может быть много можно точно также обрабатывать всякие параллельные шины например там реверы то есть к вокал поет ревер начинает там давиться либо полностью опять же с помощью общего компрессора как мы с басом только что смотрели либо тоже через какие-то такие спектральные истории что ревер дарит давится только в каком-то определенном частотном диапазоне именно когда вокал поет к вокал перестает петь то ревер начинает звучать уже полным хвостом своим полными частотами то есть это уже опять же креативные истории я вам сейчас просто вот накидываю из головы что вспоминается вы можете тоже свои придумать, то есть не ограничивайтесь сайдчейном вот только вот в таком вот примитивном виде, что вот бочка и бас и все, и больше мы ничего не знаем, и компрессор то есть все плагины, которые в принципе поддерживают сайдчейн режим можно их использовать, также используются ноизгейты, то есть если у вас, например, есть ноизгейт какой-то, и у вас есть дорожка какая-нибудь с шумом, и вы хотите, чтобы шум не постоянно там, например, обрубался, а только в какие-то конкретные моменты, вы можете создать управляющий сигнал, это, кстати, может быть даже какой-нибудь белый шум, который, опять же, у нас не выходит на стереовыход, то есть просто no output стоит и вы прописываете вручную, где у вас этот белый шум присутствует и как бы от него будет работать, допустим ноизгейт и давить вам какой-то шум там в вашей дорожке, а там, где не нужно, он не будет давить, но это я сейчас так придумываю сходу, то есть можно разные ситуации придумывать, главное в голове просто иметь, что у нас управляющий сигнал а что у нас обрабатывается и всегда давать себе ответ на этот вопрос что я хочу, чтобы скажем так, произошло при управлении каким-то сигналом на другой сигнал то есть, ну, кажется, немножко сложно, но с фантазией, с тем, как вы начнете как-то с этим экспериментировать, можно реально интересные комбинации, то есть еще раз, у вас всегда есть сигнал, который управляет, то есть который задает, когда эффект должен сработать, а с другой стороны у вас собственно тот сигнал, на котором этот эффект начинает применяться, то есть, как я уже на классическом примере барабанов с басом вам показал, что у нас барабаны является управляющим сигналом, а бас является управляемым, то есть, бас обрабатываемым сигналом то есть, то, на кого этот эффект, собственно, действует и вот, говорю, таких комбинаций можно много разных придумать используя маршрутизацию лоджика, объединение в шины используя эти шины как управляющие сигналы то есть, можно очень интересно и делать такие взаимосайдчейны ну, имейте в виду, что это, конечно же, сказывается на задержку внутри проекта то есть, если вы потом попытаетесь что-то записать вам придется включать lowlightency mode в нем, к сожалению, сайдчейн скорее всего будет обрубаться, потому что, ну, лоджику нужно время, чтобы все вот эти сайдчейны в реальном времени срабатывали но, как бы, лучше все-таки сайдчейнами вот этими пользоваться уже на этапе финального сведения когда уже там ничего записывать не нужно что ж, вот такое у нас получилось видео по сайдчейну такой некий ликбез напишите, знали ли вы вот все, что я это, что я вам сегодня рассказал или знали как-то по наслышке, по наитию где-то что-то увидели просто методом тык и делали очень важно ваше мнение обязательно пишите в нашем телеграм-чате если вы еще не вступили в него лоджик прохелп ищите нас там подписывайтесь ссылка у нас будет тоже в описании под роликом вообще подписывайтесь на все наши соцсети потому что можно потеряться мало ли что случится лоджик прохелп есть везде вы всегда нас сможете найти вконтакте, в телеграме ну, соответственно, наш ютуб-канал здесь ролики выходят каждое воскресенье поэтому обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и, конечно же, пишите свои вопросы потому что по самым интересным или часто задаваемым вопросам я записываю такие видео вот что-то в последнее время много раз спрашивали меня про сайдчейн и его вообще природу я вот решил вот такой ролик теоретический записать надеюсь, вам было интересно ну что ж, увидимся с вами в следующих видео с вами был Дмитрий Урсул всем пока до встречи субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok